Беседа 14. Бытие 2.15. И взял Господь Бог человека, которого создал и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Опять и сегодня, если хотите, обратившись к тому, что следует за сказанным вчера, постараемся извлечь для вас отсюда духовное поучение. И в нынешнем чтении из книги Бытия скрывается великая сила, поэтому должны мы углубиться и тщательно все рассмотрев, извлечь из этого пользу. Если желающие искать в море дорогих камней, переносят столько трудов и неприятностей, придавая себя стремительности в вод, только бы найти искомое. Тем более нам следует напрячь внимание и разыскать, что скрывается в глубине слов Писания, чтобы таким образом найти эти драгоценные камни. Но не устрашись, возлюбленный, слыша о глубине, здесь не беспорядочное стремление воды, но благодать Духа, она освещает наш ум, помогает нам скорее найти искомое и облегчает весь этот труд. Приобретение тех камней немного приносит пользы владельцу, сейчас это даже вредит и бывают для него причины бесчисленных бедств. Не столько радости он чувствует, находя их, сколько неприятностей терпит нашедшие от того, что возбудил против себя глаза завистливых и вооружил жадных корыстолюбцев. Таким образом, нахождение этих камней не только не доставляет нам никакой пользы в жизни, но бывает еще причиной большой вражды. Это предмет алчного любостяжания, разжигать печь сребролюбия и мучить душу преданных этой страсти. Ничего подобного нельзя опасать от духовных, драгоценных камней. Нет. И богатство ими доставляемое неисчислимо, и радость неувидаемо, и несравненно выше того удовольствия, которое люди получают от тех вещественных камней. Послушай, что говорит Давид. Слова твои для меня лучше золота и множество камней многоценных. Видишь, как он, выставив на вид вещества, почитаемыми самыми драгоценными, не только не удовольствовался таким сравнением, но еще и прибавил многого. И этим показал нам превосходство Слово Божие. Лучше золота, говорит, и золото чистого. Это не значит, спросим, что только в такой степени и вожделены Слова Божие. Но так как видел, что этим особенно веществам люди дают самую высокую цену, то их и выставил на вид, чтобы показать превосходство и высочайшую драгоценность Слов Духа. А чтобы видеть, что Божественное Писание всегда имеет обычай, сравнивать пользу им доставляемую с чувственными предметами и таким образом показывать превосходство свое, слушая, что следует далее. Слаще меда и копель соты. Здесь также не то, чтобы слова Божие были сладки только в такой степени или могли доставлять только такое удовольствие. Но так как Давид в чувственных предметах не находил ничего другого для сравнения с сладостью Слов Божиих, то и упомянул именно об этих веществах, меде и соте, и таким образом показал превосходство и высочайшую сладость духовных наставлений. Этим же правилом пользовался и Христос в Евангелии, когда беседовал с учениками, и они захотели узнать смысл притчи о посеянном доброе семя на поле и о враге, посеявшем плевелы между пшеницей. То есть здесь не всю притчу подробно сказал, кто был посеявший доброе семя, что поле, что плевелы, кто посеял их, кто жнецы и что жатва. И он сказал, что праведники просияют, как солнце в царстве отца их. Не то, что праведники будут иметь только такое, как солнце в сиянии. Нет. Они будут иметь гораздо большее. Но Христос сказал так потому, что в видимых предметах невозможно найти лучшего образа. Итак, когда мы услышим что-либо подобное этому, не будем останавливаться на словах, но от чувственных и видимых вещей станем заключать об особенном превосходстве духовных предметов. А если таким образом здесь можно найти большую приятность и высшее наслаждение, так как это слова божественные, духовные, и могут доставлять душе великую духовную радость, то будем слушать предлагаемое с великим усердием и пламенным расположением, что, получив здесь истинное богатство и собрав много семян для Бога угодного, любомудрия, с ними возвратиться нам домой. 110. Послушаем же, что сегодня читалось. Только напрягите свой ум, отриньте рассеянность и житейские заботы, и таким образом внимайте словам Писания. Это божественные законы, не способные с неба для нашего спасения. Если при чтении царской грамоты бывает великая тишина, и прекращается всякий шум и беспорядок, потому что все стоят с напряженным вниманием и желают услышать то, о чем отвечает царская грамота, а тот, кто хотя немного зашумит и прервет последовательность чтения, подвергается великой опасности, то тем более здесь нужно стоять со страхом и трепетом, наблюдать глубокое молчание, и избегать волнения мыслей, чтобы и понимать предлагаемое, и удостоиться за послушание еще больших даров от Царя Небесного. Посмотрим же, чему и теперь учит нас боженный Моисей, который говорит, это не сам от себя, но по внушению благодати Духа. И взял, говорит Господь, Бог человека, которого создал. Прекрасно, он в самом начале поставил эти два имени. Сказал Господь, он не замолчал, но прибавил Бог, научая нас этим чему-то тайному и сокровенному, дабы мы знали, что услышим ли имя Господь или Бог в этих именах, нет никакой разности. Об этом я упомянул теперь не без цели, но для того, чтобы когда услышишь слова Павла, один Бог Отец, из Которого все, и один Господь Иисус Христос, им же все, 1 Коринфянам 8,6, не подумал ты, будто есть разность в этих названиях, и будто одно значит больше, а другое меньше. Писание для того и употребляет эти имена безразлично, чтобы любящие состязатели не могли примешивать своих измышлений к правильным догматам. А для удостоверения, что Божественное Писание ни которого из этих имен не употребляет в нарочитом и отдельном значении, обрати внимание на то самое, что говорит оно теперь. И взял, говорит, Бог, Господь. О ком, думаете, ретик, сказано это? Об одном отце? Хорошо. Послушай, что говорит Павел. Один Бог Отец, из Которого все, и один Господь Иисус Христа, с Которым все. Видишь ли, как имя Господь он усвоил Сыну. Да и почему можно говорить, будто наименование Господь важнее имени Бога? Видите, какая нелепость, какое страшное богохульство. Кто не хочет следовать правилу Божественного Писания, а дает место собственным умозаключениям, тот возмущает и ум свой, и в здравое учение о православных догматах вносит бесконечные споры и словопрения. И взял, говорит, Господь, Бог, человека, которого создал, и поставил его в раю сладости, чтобы он сохранял и творил. Вот как он заботится о созданном человеке. «Вчера блаженный Моисей показал нам, что насладил Бог раю и поставил там человека, то есть благоволил, чтобы человек имел там жилище и наслаждался раем. Сегодня он опять показывает нам неизреченную любовь Божию к человеку и повторяет то же самое. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Не сказал только в рай, но и прибавляет в раю в саду Едемском, чтобы показать нам то высокое наслаждение, которое человек вкушал, живя там. Но сказав, насладив его в раю, Моисей говорит, чтобы возделывать его и хранить его. Великую попечительность показывает и это. Так как жизнь райская доставляла человеку полное наслаждение, сообщая и удовольствие от созерцания, и приятность от вкушения, а чтобы человек от чрезмерного покоя не развратился, его праздность научила многому худому, сказано, в Серах 33, 28. «Бог повелел ему охранять и возделывать рай». Что же скажут? Рай нуждался в возделывании со стороны человека? Не говори этого. Но Бог хотел, чтобы человек имел, хотя малое и умеренное попечение, охранение и возделывание его. Если бы он был совершенно свободен от труда, то, пользуясь совершенным покоем, то часу предался беспечности. Но теперь, занимаясь своим домом, безболезненным, чужим страданий, мог быть целомудреннее. Притом слово «хранить» употребило не без причины, но по приспособлению речи, чтобы он, то есть, знал о себе ясно, что подчинен владыке, который дал ему такое наслаждение, но вместе с наслаждением поручил и хранение рая. Бог все предпринимает и делает для нашей пользы, но вместе с тем дает нам и наслаждение, и покой. Если он по безмерному человеколюбию своему уготовал неизреченные те блага, еще прежде создания мира нас, как сам говорит, придите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам царство Божие прежде создания мира, то тем более подаст в изобилии все здешнее благо. 112. Итак, сообщив созданному человеку столько благодеяний и, во-первых, изведший его из небытия в бытие и благоволив образовать тело его из персти, а потом через дуновение даровав ему и важнейшая бестелесную душу, затем повелев быть в раю и поселив его там, после этого Господь Бог, подобно нежно любящему отцу, который для юного сына, свое пользующееся полным удовольствием и покоем, придумывает какую-нибудь легкую и умеренную заботу, чтобы он не испортился, повелел Адаму возделывать и хранить рай, чтобы в этих двух занятиях при таком большом довольствии, безопасности и покоя он имел некоторую преграду, сдерживающую слишком большие его порывы. Таковы были, которые уже были даны первозданному благо, а присоединенные к ним впоследствии другие показывают опять великую и необычайную любовь и снисхождение, которое Бог явил ему по своей благости. Что говорит Писание? «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». Вот опять и здесь Писание поступило по своему обычаю, чтобы от частого повторения слов мы приобрели точное познание и не соглашались с теми, которые дерзают полагать отразличие между этими наименованиями Господь и Бог. И одно приписывать отцу, а другое сыну, так как у обоих, и у отца и сына одно существо, то Божественное Писание усвояет одно и то же наименование безразлично, иногда отцу, иногда сыну. «И заповедал, сказано Господь Бога Адаму, говоря, здесь надо наизумлять необычайному человеколюбию Божию, которое открывается нам в этом кратком изречении. «И заповедал, сказано, смотри, какую честь Бог указал человеку в самом начале, не сказано приказал или повелел, но что, как друг беседует с другом, заповедуя о чем-либо необходимом, так и Бог обращается с Адамом, как бы желая такой честью расположить его к исполнению заповедуемого им. И заповедовал Господь Бог Адаму». Заповедь очень нетрудная, но беспечность, вот тяжкое зло возлюбленное. Как она делает легкое для нас трудным, так старание и внимание делает легким для нас и трудное. Что, скажем, не легче этой заповеди? Что выше этой чести? Бог дозволил Адаму жить в раю, наслажать себя красотой видимого, увеселять этим зрение и от вкушения плодов получать великое удовольствие. Подумай, какое наслаждение было видеть дерева, отягченные плодами, разнообразные цветы, травы, листья и все прочее. Что только может быть в раю, и при том в раю, наслажденном от Бога. Поэтому выше Божественное Писание и говорит, «И произрастил Бог из земли всякое дерево, хорошее видом и годное для пищи». Чтобы знали мы, каким обилием пользуется человек по великому своему невоздержанию и беспечности, высокомерно отнесся к данной ему заповеди. Представь себе, возлюбленный, никакой высокой чести Богу достоил его, даровал ему особенную для него предназначенную трапезу в раю, чтобы он не думал, будто пища у него одинаковая с бессловесными, но, живя в раю, как царь, наслаждался бы его удовольствиями, и как владыка был отличен от подвластных ему и вел особую жизнь. «И заповедовал Господь Бог Адаму, говоря, от всякого дерева саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Как бы так Бог говорил Адаму, «Я не требую от тебя чего-либо трудного и тяжкого, позволяю пользоваться всеми деревами, и заповедуя не касаться только одного этого, но и наказание определяю большое, чтобы ты хотя вразумлением, страхом, соблюл данную тебе мною заповедь. Как какой-нибудь щедрый хозяин веряет кому-либо свой огромный дом, и чтобы владение этим домом оставить вполне за собой, он означает того человека малое количество денег. Так и человеколюбивый Господь наш позволил Адаму пользоваться всем в раю. Повелел воздержаться только от одного, чтобы знал он, что находится под Господом, которому должен повиноваться и исполнять его повеление. Кто может достойно надевиться щедродательности общего всех владыки? Еще человек ничего не сделал, а он каких благодеяний удостаивает его? Не половина юральских дерев позволил ему наслаждаться, но повелел воздерживаться от большей части их и пользоваться только остальными. Позволив ему пользоваться всеми деревами, какие есть в раю, повелел воздерживаться от одного, показывая самым делом, что сделал это не для чего-либо другого, как только для того, чтобы человек знал виновника столь великих благодеяний. Вместе со всем прочим усматривая здесь благость Божия и в том, какую честь он оказал и жене, которая имела быть создана из Адама. Когда она не была сотворена, Бог дает заповедь как бы двоим и не ешьте от него, и в день, который вкусишь, смертью умрешь. Таким образом, заранее, сначала уже показывают, что муж и жена составит одно, как и Павел говорит, и жене глава муж. Поэтому говорит как бы двоим, для того, чтобы, создав потом из него жену, дать ему побуждение сообщить и ей данную им заповедь. Знаю при этом, что вопрос о запрещенном дереве занимает очень многих. Многие из безрассудных говорунов осмеливаются слагать вину с человека на Бога и говорят, для чего Бог дал ему такую заповедь, когда знал, что он нарушит ее. Или для чего повелел этому дереву быть в раю и многое другое. Но чтобы нам не входить в объяснение этого теперь, прежде времени преступления заповедя дерева, надо подождать повествование о том блаженного Моисея. Достигши до этого места, мы благовременно скажем об этом, что подаст благодать Божия. И изъясним вашей любви истинный смысл Писания, чтобы вы правильно могли уразуметь написанное. И Господу воздали подобающее словословие, и оставився грешившего человека, не слагали вины на невиновного Бога. Теперь же пока рассмотрим, если угодно, дальнейшие слова нынешнего чтения. Стих 18 И сказал Господь Бог, Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Вот опять Моисей сказал, так же, как и прежде, Господь Бог, чтобы мы, вкоренив эти слова в своем уме, не ставили человеческих соображений выше Божественного Писания. И сказал, говорит, Господь Бог, Нехорошо человеку быть одному, Смотри, как благие Бог не останавливается, но прилагает благодеяние к благодеяниям. И богатый благостью хочет облечь это разумное существо всякой честью, а вместе с честью даровать ему и удобство жизни. И сказано, сказал Господь Бог, Нехорошо человеку быть одному, сотворим подобного ему помощника. Вот опять и здесь слово сотворим. Как вначале при создании человека Бог говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию, так и теперь, намереваясь создать жену, употребляет то же слово и говорит, сотворим. кому говорит, никакой сотворенной силе, но рожденному от него, чудному советнику, властителю, начальнику мира, единородному своему сыну, чтобы Адам знал, что созидаемое существо будет равно ему по достоинству. Для этого Бог, как об этом сказано, сказал сотворим, так и теперь говорит, сотворим ему помощника после него. Два эти выражения помощника и для него многозначительны. Не хочу говорить, чтобы он был один, но чтобы имел некоторое утешение от сообщества, и не это только, нужно создать для него соответствующему помощника, то и жену. Вот для чего Бог сказал, сотворим ему помощника. Прибавил еще для него, чтобы ты, когда увидишь сейчас как приводится к Адаму все звери и птицы небесные, не подумал, что об них сказаны эти слова. Хотя многие бессловесные помогают человеку в трудах его, однако ни одно из них не равняется разумной жене. Поэтому после слов помощника для него он и прибавил. Господь Бог образовал их из земли всех животных и полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их и чтобы как наречет человек всякую душу живую. Так и было имя ей. Это делается непросто, не напрасно, но ввиду имеющих вскоре последовать событий, предвидя которые Бог показывает нам, сколь великой мудростью он одарил созданного им, чтобы когда совершится преступление, данное от Бога заповеди, не подумал ты, будто человек преступил ее по неведению, но знал бы, что падение следствия беспечности 115 что он одарен великой мудростью и можешь удостовериться из того, что было теперь и привел ее сказанно к Адаму, чтобы увидеть как назовет это делает Бог, чтобы показать нам великую мудрость Адама и опять как назовет Адам впрочем это делается не для того, только чтобы мы видели мудрость его, но и для того еще чтобы в наречении имен виден был знак владычества и у людей есть обычный полагать знак своей власти в том, что они купив себе рабов переменяют имена так и Господь заставляет Адама как владыку дать имена всем бессловесным не пропускай же возлюбленное слово тебе без внимания но подумай о том какая нужна была мудрость чтобы дать имена стольким породам птиц гадов зверей скотов и прочих бессловесных ручных диких живущих водах происшедших из земли всем дать имена и при том имена собственные и соответствующие каждой породе сказано как назовет Адам все сие видишь полноту власти видишь силу господства подумай между прочим о том что и львы и леопарды и сидны скорпионы и змеи и все другие еще были свирепые животные более пришли к Адаму как к господину со своей покорностью чтобы получить от него имена а Адам ни одного из этих зверей не устрашился и так никто не поноси сотворенного господом не изощряя языка на создателя или лучше сказать на свою голову и не говори этих безумных слов для чего созданы звери наречение имен ясно показывает нам что и звери подобно домашним животным признавали свое рабство и господство человека имена те которые нарек им Адам остаются доселе Бог так утвердил их для того чтобы мы помнили постоянно о чести которую человек получил от господа всяческих приняв под свою власть животных и причину отнятия этой чести приписывали самому человеку который через грех утратил свою власть и нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым но для человека не нашлось помощника подобного ему отсюда усматрив возлюбленный свободу воли и превосходство разума его и не говори будто он не знал что хорошо что худо кто был в состоянии дать соответствующие имена скотам и птицам и зверям не нарушил при этом порядка и не дал диким животным имен приличных кротким а свойственных диким не назначил кротким но всем дал соответственные названия тот неисполнен не был мудрости и разума заключаю же отсюда как велика сила того вдуновения и как велика мудрость которую господь одарил бестелесную душу составив из двух сущностей столь чудные разумные животные и бестелесные сущности души как прекрасного художника соединив с телом как орудием поэтому когда подумаешь о столь великой мудрости этого животного изумляйся могущество создателя если взгляд на красоту неба возбуждает благомыслящего созерцателя к словословию творца то тем более разумно это животное человек размышляя о своем устройстве высокой чести данной ему о великих дарах и несказанных благодеяниях может постоянно восхвалять виновника и возносить посильное словословие господу хотел я рассмотреть и дальнейшее но чтобы множеством изложенного не обременить в вашей памяти надо бы прекратить здесь слово у нас не та цель чтобы только сказать много мы говорим для того чтобы вы постоянно сохраняя это в своем уме не только сами знали содержащиеся в божественном писании но и для других были учителями могущими вразумлять их поэтому каждый из вас по выходе отсюда вместе с ближним возобновляя в памяти то что здесь сказано и сообщая другому свое принимая от него что тот припомнит и таким образом собирая все и сохраняя в свежей памяти уходите домой и там каждый сам по себе опять продумывайте эти божественные уроки чтобы им посвящая все заботы ими занимая свой ум вы легко могли победить возмущающего страсти и избегнуть козни дьявола ведь когда злой тот демон увидит что душа заботится о предметах божественных и об них только непрестанно помышляет ими занимается то он не смеет и приблизиться но тотчас удаляется гонимой силой духа будто огнем каким и так чтобы нам и себе доставить возможно более пользы и победить этого врага и получить большую милость от бога будем занимать ум свой этими предметами тогда благоуспешны будут все дела наши трудное сделается легким кажущийся прискорбным будет иметь счастливый конец и ничто здешнее не в состоянии будет печалить нас если мы будем заботиться о божественном то сам бог позаботится о нашем и мы переплывем море настоящей жизни совершенной безопасности и путеводимой великим корчем богом всяческих войдем в пристань его человеколюбия ему слава и держава ныне пристно и в бесконечные веки веков аминь